День добрый, дорогие друзья, в эфире программы «Семейный доктор». Я приветствую вас. В эфире, как всегда, Анатолий Алексеев в студии здесь. Эфир у нас с вами прямой. В силу того, что сегодняшний наш эфир, он такой, как бы, вне нашего графика. Я имею в виду по времени, когда мы выходим в эфир. Поэтому я, честно сказать, в некотором затруднении, что мне делать. То ли начинать тему, про которую, так сказать, меня даже упрекнули после прошлой передачи, по поводу того, что я вот обещал начать и рассказать что-то новенькое, приготовили люди, чтобы записать все. А я вот отвечал на вопросы, на ваши вопросы. Но вот сегодня я в некотором затруднении. Что мне делать? Начинать новую тему. Я боюсь, что, так сказать, основная масса наших телезрителей сегодня, как бы, окажутся вне поля действия программы. Они увидят ее. Или отвечать на вопросы тех, кто сегодня все-таки присутствует на нашем эфире, участвует в нашей работе. Поэтому давайте сделаем так. Все-таки телефон прямого эфира у нас с вами 727 12 49. Вот, 727 12 49. Код Москвы 495. Позвоните, пожалуйста. Может быть, действительно, меня сегодня поотвечать на ваши вопросы, а уже в следующий раз начинать тему. Вот. А начать я хочу вот с чего. Какая-то такая странная вещь, которая никак не дойдет до ума наших медиков. Хотя все совершенно абсолютно очевидно. И смотрите, что происходит. Мы с вами лечимся. Все время лечимся. Все время. Не останавливаясь. Причем каждый из нас, неважно сколько лет. 70 лет, 60 лет, 1 год только что родился, 12 лет, 20 лет, 27 лет. Неважно, сколько лет человеку. Он все время лечится. Лечится, лечится, лечится. И у меня создается ощущение, что вот по началу нашего жизненного цикла с вами мы только лечимся, а потом начинаем болеть. И причем болеем мы совершенно чудовищно. Как правило, к этому времени у нас не остается простых болезней. Остаются только огромные хронические боли. Алло. 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 Да. Алло. Анатолий Федорович, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Я из Казахстана. Да. Я Валентина Александровна. Да, Валентина Александровна. Мне 82 года. О-о-о. У меня хронический бронхит. Да. И теперь мне сказали, что у вас фиброз. Так. Теперь есть ли какая возможность поддержки? Конечно. Конечно. Только, Валентина Александровна, вот вы когда спрашиваете у меня, есть ли что-то для поддержки? Вы что имеете в виду? Ну, надо же мне жить. Я еще живу, надо же мне легкие-то держать. Конечно. Нет, я другое имею в виду. То, что вам надо жить, и жить вам еще можно достаточно долго. Важно, как жить. Правда ведь? Да. Да-да-да, правда. Вот я об этом и говорю. Но только что вы, когда вы задаете вопрос, что вы имеете в виду? Что вам попить? Ну. Или чем полечиться? Или мне сказали... Валентина Александровна, вы меня дослушаете. Мне терапевт. Ага. Так вы задаете мне вопрос, чтобы узнать, что попить, чем полечиться, да? Или что-нибудь еще такое вот сделать, чтобы просто вот через неделю стать здоровым. Нет, через неделю не получится. Надо просто держаться до конца жизни чем-то. Нет, держаться вам не нужно до конца жизни. Надо сделать вот какую вещь. Валентина Александровна, могу посоветовать? Пожалуйста. Будьте добры, пожалуйста. Только вы мне ответьте, пожалуйста. Как у вас обстоят дела с сердцем? С сердцем? Неплохо. Неплохо? Неплохо. Вот эта одышка у вас бронхиальная? Нету. Бронхиальная? Нету, нету. Одышки нет? Нету одышки. Я же слышу ее. Нет. Понятно. Как вы у меня слышите? У меня нет одышки? Ну, наверное, у меня просто что-нибудь со слухом. Валентина Александровна, скажите еще один вопрос. А? Давление у вас какое? Давление 130 на 70. Ну, замечательно просто. Значит, тогда я вас попрошу сделать вот что. Можно? Да. Знаете, что такое грудное обертывание? Знаю. Уже проводила. Так, сколько времени проводили? Я проводила один раз полный курс. Ага. Как вы себя... А теперь терапевт, участковый терапевт говорит, вам греться нельзя. А почему греться нельзя? Ну, потому что фиброз. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, так сказать, когда вы проводили вот этот курс? Что-нибудь менялось в состоянии? Нет. У меня все было хорошо. А тогда почему, так сказать, тогда, почему, так сказать, вот вы не проводите его дальше-то? Вот дальше-то мне терапевт мне сказала, что вам обогревание нельзя делать. Ага. Поэтому я к вам обращаюсь. Значит, пожалуйста, надо вашему доктору-терапевту объяснить, что это не горячая процедура. А-а-а. Понятно. Он боится, ваш терапевт, боится того, что это очень большая, высокая температура. Ага. И такое мощное прогревание, что называется, которое может подтолкнуть к неприятным вещам. Ясно. Понятно? Понятно. Значит, а у нас с вами высоких температур, как вы помните, нету. Нету, да. Потому что вы лежите комфортно. Да. Понимаете, чувствуете себя в этот момент хорошо. Да. Спокойно. Да-да-да. Релаксация. Да. А что такое релаксация? Это снижение напряжения нашей психики. А значит, начинает потихонечку приходить в норму или балансироваться процессы, связанные с направлением, которое называется психосоматика. Так, так, так. А от состояния нашей психики, от того, насколько она не напряжена, зависит от состояния нашего организма. Это первое. Так, так. Почему вам нужно делать эти процедуры? Я это сейчас объясняю. Понятно. Второе. Когда у нас начинается фиброз, вот эти фиброзные перерождения легочной ткани, об этом идёт речь? Да. Тогда, когда у нас с вами легочная ткань сама по себе, ведь понимаете, лёгкие, ведь они существуют, как любой другой орган. Они что делают? Они выполняют задачу накопления кислорода для организма, да? С тем, чтобы этот кислород поступал в кровь и дальше распространялся по всему нашему телу, каждому органу. Да. Но ведь в лёгких существует огромное количество микрососудов, капилляров. Да, да. Которые точно так же легочную ткань снабжают кислородом. Лёгкие получают кислород не из воздуха. Они его только забирают оттуда для того, чтобы отправить дальше. Так. А с кровью этот кислород приходит и к лёгким тоже. Угу. Вот эти маленькие капиллярчики, маленькие сосуды, которые обеспечивают жизнь лёгких самих. Так. Они у нас с вами забитые. Так. И нам с вами нужно улучшить кровоснабжение самих лёгких. Понятно. Для того, чтобы они стали жить хорошо. Именно поэтому, когда вы делали эти процедуры, лёгкие ваши чувствовали себя хорошо. И вы себя чувствовали хорошо. Да. Правильно я говорю? Правильно, правильно. Вот и всё. Понимаете? Значит, всё нам очень просто. Нам нужно с вами снова начать вот эти тёпленькие процедуры, связанные с горячим обёртыванием. Так. Что нужно добавить к тому? Понимаете? Вот эта процедура, связанная с горячим грудным обёртыванием, с горячим почему? Мы берём одно полотенце горячее. Это понятно. Я всё делала. Да. Понимаете? Нам ещё, так сказать, вот эта процедура усиливает токсический сброс, очищение, процессы очищения самих лёгких. Да. Понимаете? Да. Значит, что нам нужно сюда добавить? Сорбенты. Элементарные сорбенты. Так, понятно. И всё, понимаете? То есть, смотрите, как происходит. Вы перед тем, как делать процедуру, за час, скажем, до грудного обёртывания, вы приняли сорбент. Так. Прекрасно. Вы провели эту процедуру, отдохнули, да, полежали немножко в постели. Так. Да, поднялись. Так. Да, и снова приняли сорбент. Так. Да, и вот как только вы приняли сорбент, минут через 15-20, уже даже к тому времени, когда вы будете подниматься с постели, вам ведь хочется есть. Подниматься в постель, вам хочется есть. И пить. Угу. Так ведь? Что-то не замечала. Ну, и хорошо, значит, хорошо. Значит, после процедуры вы сразу приняли сорбент, а через час где-нибудь, да, немножко перекусили, вот это надо сделать. Понятно? Понятно. Значит, смотрите, за час до процедуры сорбент. Так. Через час после процедуры сорбент. Так. Это у вас пройдёт где-то 3 часа. Так. Три часа. Так. И на ночь сорбент. Так. Вы делаете, скажем, 20 процедур. Угу. 15-20 процедур – это нормальный курс. Угу. Понятно? Понятно. Плюс сорбенты. Понятно. И вы начинаете дышать. Понятно. И ещё бы было замечательно, потому что, Валентин Александрович, я так понимаю, как раз вы, в отличие от молодых, способны это делать. Поделать ещё одну маленькую гимнастику. Я о ней не один раз говорил. Это растяжественная, ненагрузочная гимнастика, ненагрузочная. Причём только для шейного отдела, вот для основания шеи, да? Помните, как я вам рассказывал, когда мы поворачиваем подбородок к груди и немножко его тянем вперёд. Ага. Это надо обязательно делать. И вот это движение. Шея прямая, поворачиваю только голову и ухо тяну к основанию шеи. Немножко больно будет на первых порах. Как только становится больно, надо остановиться, не тянуть, переждать какое-то время, а потом ещё чуть-чуть. Вот такая гимнастика, буквально 10-12 минут в день, очень серьёзно вам поможет. Очень серьёзно. Ой, спасибо, хорошо. Значит, смотрите ещё раз. Подбородочек сюда, к основанию шеи, к ямочке. Да, да, да. Вперёд. Так, так, так. Да, потянула, 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 подождала. Да, так, так. Остановилась. Да. Дальше повернула головку затылочком основания шеи. Вот сюда. Так. Как следует, потянуть так, чтобы немножко даже мышцы груди потянулись вверх, да, и подождать буквально минутку и снова отпустить, переждать. Потом сюда к плечику к одному и к плечику к другому. Вот таким вот образом. Вот такие четыре движения хотя бы поделайте. Понятно? Понятно, всё понятно. Большое спасибо. В чём ещё вопрос? Всё, понятно, всё, спасибо. Ну, на здоровье. Большое спасибо. На здоровье. На здоровье. Вот такая вот история. Значит, смотрите, вот я начал с того, что мы с вами всё время лечимся. Лечимся, 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 а потом начинаем болеть. Когда накопили, что же происходит? Ведь, казалось бы, мы же с вами всё время лечимся. То есть болячек-то у нас не должно быть. И тут, как смотрите, тут абсолютно не важно, где, чем вы лечитесь. Да, так сказать, понятно, что химическая фармакология, она немножко более агрессивна, но и более действенна. Фитотерапия, фитопрепараты, они, так сказать, не менее, они действенны, безусловно, но только помните, пожалуйста, они далеко не безобидны. Далеко не безобидны, и от того, какой фитосбор может очень серьёзно зависеть ваше дальнейшее состояние, вашего здоровья. Вот оно и получается. Смотрите, мы лечимся, 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 но не вылечиваемся, потому что всё время больны. И вот эти вот ошибки в лечении, в терапии, они у нас накапливаются. Вот в чём проблема. Алло. Алло. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. Здравствуйте. Я вас слушаю. Я из Волгоградской области, очень рада, что вам дозвонила. Всегда слушаю ваши передачи. Как вас зовут? Анна Дмитриевна. Анна Дмитриевна, слушаю вас. У меня заболевание левого колена. Да. Артроз в третьей степени. Нога внутрь ушла. И вот была у хирурга буквально вчера. Мне на рентгене показалось, что у меня оторван мениск. Так. Теперь отправляют меня в областную больницу. А оперировать якобы я уже в возрасте. Мне 64 года. Вам 64 года? Но это не такой уж большой возраст. Анна Дмитриевна, вы слышите меня? Плохо слышу. А сейчас слышите меня? Очень плохо. Анна Дмитриевна, вы пока расскажите, ладно? Расскажите пока. Алло, завязка, завязка какая-то идет? Ну вот мне очень плохо ходить, больно ходить. Анна Дмитриевна, отойдите от телевизора. Да. Вот так слышите, лучше? Да, лучше. Замечательно. Так слушаю вас. Отойдите от телевизора, не слушайте, не обращайте внимания. Мы же говорим с вами. Я ушла от телевизора, да, я слышу. Очень хорошо. Я хотела бы, чтобы вы мне посоветовали. Скажите мне, пожалуйста, операция, о которой говорил ваш доктор, она должна быть связана с чем? С восстановлением мениска? Ну вот я не знаю, они меня только отправляют туда. Значит, Анна Дмитриевна, что я вам посоветую? В обязательном порядке, так сказать, проверить, проконсультироваться вам нужно у хирурга. Обязательно. Потому что проблема вот в чем. Возможно, они правы с тем, что, так сказать, ваш вот этот самый сустав, заменять сустав, может быть, и не надо. Но надо решить проблему с мениском. А с ним можно решить проблему? Ну, конечно. Если он оторван. Ну, так это хирургия. Это операция по восстановлению мениска, действенности мениска. Понимаете, это не замена сустава. Это возможно. Понимаете, какая вещь? И тут 64 года, это вовсе не, как это называется, не есть противопоказание. Ну, мне так ответил хирург. В вашем возрасте очень поздно. Что очень поздно? Я не понял. Чего поздно-то? Поздно может быть, я соглашусь, может быть, поздно делать операцию по замене сустава. Может быть. А на то, чтобы мениска подшить? Это сложно. Думаю, что нет. При нынешнем развитии хирургии. Может быть, там какие-то другие причины есть? Понимаете, потому что, Анна Дмитриевна, проблема вот в чем. Правое колено у вас нормальное? Да. То есть, не болит ничего? Нормально я хожу. Нет, колено не болит. Понятно. Значит, болит только левое колено? Только левое колено. Да-да. Значит, что я вам тогда посоветую? Пожалуйста, давайте попробуем таким образом, ладно? Но это длительный период. Хорошо. Такие вот, вы знаете, вот я только что разговаривал по поводу грудных обертываний. Вы знаете, что это такое? Угу. Или нет? Кто? Я не поняла. Грудные обертывания, знаете, что такое? А, да, я слышала, видел. Вы знаете, что это такое? Да-да. Да. Есть у меня даже описано ваше... Понятно, понятно, значит, теперь... Описание ваше, ваше. Есть, хорошо. Анна Дмитриевна, только теперь давайте мы поделаем эти обертывания не на грудь, а на колено. Поняли? Хорошо. Значит, вы... Я поняла вас. Поняли, да? Да. Единственное, о чем я вас попрошу. Да. Значит, отвар корня лопуха? Поняла. Отвар корня... Я поняла, я слышу. У меня не так много времени, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Что надо сделать? Надо сделать, сварить отвар, сделать отвар корня лопуха. Так. Дальше. Поняла. Поняли, да? Да. Дальше. Вот эту первую полоску ткань, первую, холчевую. Так. Как мы делаем из трех полосок же делаем вот это, вот обертывание-то. Значит, ее надо намочить во тваре корня лопуха. Хорошо, я поняла. Вторую полоску, мощную такую толстую, вот как, ну, маленькое полотенце махровое, да? Намочить в очень горячей воде. В какой горячей воде? Градусов 70. Хорошо. А третья полоска должна быть сухая, ее побольше, она потолще должна быть. Дальше вы делаете так, скажем, вечером перед сном, да? Вы берете, мочите первую полоску, первую ткань, мочите во тваре корня лопуха и обертываете ваше колено, аккуратно, не пережимая. Хорошо. Дальше вторую полоску, намоченную в горячей воде. Вы обертываете поверх первой. Понятно. И сверху, да, толсто, сухой. Понятно? Никаких целлофанов, ничего. Ничего, вот только так. Поняли меня? Угу. И, пожалуйста... Да, 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 поняла. Я только... Держать в покое, держать в покое вот это обернутое колено. Да, 40 минут. 40... 40 минут. Через 40 минут, да, снять эти все повязки и просто мягким, теплым чем-нибудь, там, шерстяной шалью или чем-нибудь обернуть и спать. Поняли? Поняла. Вот таких процедур, пожалуйста, проделайте. 12. 12. 12. Поняла. А в корень, какое количество корня в отвар какой сделать? Значит, 2 столовых ложки сухого корня, размолотого сухого корня лопуха на пол-литра воды, холодной, высыпали, поставили на огонь, довели до кипения. И на маленьком, очень маленьком огне 25-30 минут. Да, томить. Поняла. Кто же это у вас там такой замечательный, маленький? Внучка у меня тут хорошая, Кристиночка. Ну вот как хорошо. Кристиночку надо купать в ванне с морской солью. Понятно? Понятно. С отваром, понятно? Понятно. Значит, только я вас... Понятно. Я хочу вам предупредить вот о чем. Было бы замечательно, если бы вы вот эту процедуру с вашим левым коленом делали и с правым. Знаете почему? Потому что у нас левое колено отдельно от правого и отдельно от нашего тела не живет. И изменения, которые произошли в левом колене, вполне возможно, уже сформировались или формируются и в правом колене. И не только там. Вот в чем тут дело. Вот как только вы эти 12 процедур проведете, бог даст, я еще буду здесь на эфире, да, позвоните, пожалуйста, мне и скажите, да. Я вам скажу, что надо делать дальше. Хорошо. Так что же вы мне подскажете? Вот мне в понедельник ехать к травматологу. Поезжайте в обязательном порядке к травматологу, выясняете все. Понятно? Хорошо. Я вам... Понимаете, какая вещь? Я ведь не экстрасенс. И я вот отсюда увидеть, что произошло с вашим мениском и с вашим коленом, не могу сказать. Надо, чтобы вы все выяснили как следует. Ну, сказали артроз третьей степени. Замечательно совершенно. С мениском-то что за проблема? Ну, вот разорван. Вот понятно, вот можно ли восстановить мениск. И помните, пожалуйста, что, так сказать, это очень важно. Важно знать, что с вами произошло. Вот та процедура, которую я вам рассказал, она облегчит вашу ситуацию, облегчит. А вот как с этим справиться до конца, надо говорить позже. После вашей консультации с врачом. Понятно. Понятно? Понятно. Я буду ждать следующего вашего выступления. Да, а я бы очень хотел, чтобы вы за это время побывали у травматолога. Друзья мои, так сказать, извините, пожалуйста, но у меня остается 20 секунд времени. Поэтому я хочу вам сказать, пользуйтесь моментом, пока я здесь. И пока еще у нас есть возможность работать вот с этими дисками, которые называются монология здоровья Алексеева. Семейный доктор. Телефон такой. 8495. Это код Москвы. 727. 1292. Это заказ этих дисков. Вполне возможно, что скоро их и не будет. Всего вам доброго. Здоровья.